Многолетний глава и создатель американской фондовой биржи NASDAQ Бернард Мэдов считается крупнейшим в истории финансовым мошенником. В июне 2009 года суд приговорил Мэдов к 150 годам тюрьмы. На момент ареста его брокерская компания управляла капиталом свыше 17 миллиардов долларов. С момента своего создания в 1960-м демонстрировала устойчивый рост, действуя по принципу финансовой пирамиды. Мэдов гарантировал клиентам высокий фиксированный доход и выплачивал его за счет привлечения новых инвесторов. По данным обвинения, размер выстроенной им пирамиды составил почти 65 миллиардов долларов. Бернард Мэдов являлся пионером электронной биржевой торговли, гордился инновационным характером своих технологий. Кстати, интересно, что Мэдов сначала создал свою криминальную пирамиду, а только потом, через 10 лет, Великий Наздак, который и сегодня остается столпом американского фондового рынка. Трудно избавиться от мысли, что именно успехи своей брокерской пирамиды и побудили Мэдова придумать Наздак. Чем отличается по принципам своего функционирования Великий Наздак от его же Мэдовской брокерской пирамиды? Определить невозможно, как, собственно, и весь современный финансовый рынок. Подавляющая часть номинальной стоимости его состоит из ничего, и доходы платятся за счет привлечения новых инвесторов. За одним только исключением. Мэдов, в отличие от современной финансовой системы, не печатал фиктивных, фальшивых денег. За что, собственно, и сидит.